Виртуальная экспедиция 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 И единственное, первой трети где-то были такие не очень приятные ощущения. У меня першило горло, и вот всё время я ощущала эту область, дискомфорт. Потом прошло. Прошло, и в конце я уже даже думала, если так продолжится ещё какое-то время, то я просто усну. Но за мной пришли через 40 минут, и всё это закончилось расслабление. И после этого, с очень коротким перерывом, я пошла с артефактом, с таким вот он как-то меня больше всего привлёк. И я пошла в вертикальное зеркало. Я, к сожалению, не знаю, как оно правильно называется. Там просто можно сесть, и там такое небольшое пространство, такое немножко куполообразное. И мне показалось, что там очень сильное воздействие со всех сторон, как-то такое сферическое. Потому что я выдержала… — Золотой купол. — Да, да, Золотой купол. Я выдержала совсем недолго. Ну, не то, что я прям, если я не заставляла там выдерживать. Мне было достаточно этого времени на то, чтобы читать какую-то информацию, которую я, конечно же, озвучу. Но в конце мне было уже много. Потому что было жарко, и вот эта интенсивность, она уже такая зашкаливающая. Я думаю, что повлияла некоторая последовательность после того, как я расслабилась вот эти 40 минут. То есть это уже более-менее трансовое состояние. Вот это, наверное, на меня повлияло, потому что мне стоило только сесть на стул, немножко прикрыть глаза и немножечко вот в руках подержать предмет. И я уже погрузилась достаточно глубоко. Я бы сказала, что это поверхностный тета-транс сразу. То есть буквально там две минуты, и уже тета, что для гипнолога очень хороший результат. Это быстрое погружение. И да, у меня были образы. У меня было то, что называется прямым знанием. То есть как будто бы сразу информация приходит, считывание. Образы были. Я напомню, у меня визуальный канал ведущий. Я просто у меня, как у человека считывающего. Но вот был и прямой такой впрыск. Я могу рассказать про этот предмет, да? Мы сейчас проводим повторное тестирование матрицы после посещения зеркал Кузырева. Биг, биоинформационный гармонизатор. Зеркало горизонтальное, овсетное, с овсетным резонатором. Значит, мы повторно снимаем показания и сравниваем, что произошло. Сейчас мы сделали измерение по определенным точкам определенную на обеих руках. Так же, как при первом тестировании. И сравнительно мы можем уже посмотреть, какие изменения произошли. Есть ли они или нет, и в каком ракурсе. Объемная матрица. Это уже после овсетного зеркала. Значит, здесь мы можем увидеть эфирное тело. А уже нет. А уже нет. А мы сейчас сравнительно можем. Давайте посмотрим. Вот это эфирное тело, которое было. Вот мы смотрим, да, вот эти вот места, которые были деформированы. Мы смотрим вид сверху, мы видим, что тоже деформация некоторая сверху была. Вот эта зона такая, как бы критическая была в районе шестого центра. И даже вот под этим же градусом, под этим ракурсом мы смотрим, что и сейчас стало. То есть, получается, мы видим более целостную матрицу. Если мы посмотрим вид сверху, посмотрите, какие красивые ровные кружочки. Розовая линия – это предыдущий замер до посещения зеркала. И синий вот этот контур – это уже после зеркала. Мы видим, насколько произошло. Вот под разными градусами я так прокручиваю. И, кстати говоря, если мы посмотрим вот здесь внизу, вот где градусы и процент отклонения. Везде 0,00% отклонения. В принципе, что здесь мы видим? Какое действие зеркал произошло на воздействие на матрицу? Первое – это произошла гармонизация. То есть, матрица стала более гармоничной. Когда ушли вот эти вот мощные такие провалы, то есть пошло те места, где была нехватка энергии, где были блоки, они наполнились энергетически. Это говорит о том, что в том числе и запустятся какие-то системы в работу. То есть, это лимфатическая система, это, естественно, кровообращение улучшается в этом месте. В любом случае это подействует очень хорошо, как оздоровительные такие мероприятия. Когда человек находится в зеркале, включается подсознание наше, и оно лучше знает, какие сейчас процессы включить. Либо на восстановление здоровья, либо на гармонизацию баланса энергий, либо, может быть, включить какие-то моменты связи с информационным полем, подсознательные такие эффекты. Поэтому иногда бывает так, что человек, ожидая чего-то, получить какой-то эффект в зеркалах, он получает совершенно другой эффект. Продолжение следует...